Добрый вечер, мы продолжаем вместе изучать книгу Рава Уришерки, Хидуш Гадоль. И раздел, который мы изучаем, называется «Абуда Ташем», «Служение Всевышнему». И почитаем по небольшому отрывочку вместе с обсуждением, можно перебивать, если что непонятно, спрашивать, вставлять замечания. И я прочитаю первый отрывок, который называется «Старание и его опасности». Есть разрушительные понятия у религиозных, и штадлус, тут написано, что нужно его произносить с ишкинадским акцентом, поскольку это понятие религиозное. Обратная сторона, которая и его опасности. Альтернативная сторона, нерелигиозная, они не стараются, они делают, он хочет преуспеть. Окей, да, это здорово, это вот как раз то, что я говорю, прям в точку. Однако трепещущие перед небесами, они всегда стараются, исходя из мысли, что нужно дать также и Всевышнему сделать свою часть, завершить их действия. Ну да, это вот суть понятия штата. Что это означает, на самом деле? Я сделаю все, что я могу, но на самом деле я не могу сделать все, все, что… Если Всевышний не добавит, то тогда никакого действия, никакого реального результата не будет. Вот это такой смысл. Тогда получается, что у них любое действие, оно в сотрудничестве, в партнерстве с Творцовым. Выходит. Ну да, вот я как бы это самое… Это совсем не противоречит Нобелевским лаурятам, кстати, Натан. Нобелевский лаурят тоже может делать и штат, но он пытается это сам расшифровать ДНК. Если Всевышний ему не поможет и не прошлет какую-то женщину, которая это расшифровала до него… Дриплёнок. Да, то тогда он не получил бы Нобелевскую премию, да. Вообщем это противоречит? Послушай, в обычной жизни человек, который как бы к этому привык… Все пишут «Безратошем» на любой бумажке, на любом что-то… «Безратошем». «Безратошем». Есть люди, которые… Просто фраза не произойдет без «Безратошем». «Безратошем», 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 «Безратошем». На самом деле, что человек имеет в виду при этом? Имеет он это в виду? Хорошо. Да, конечно. Но на самом деле, тут есть много сторон. Давай не будем… Только мне кажется интересно, действительно, что все-таки логики, и это совпадает, «Безратошем» говорят только про будущее. Не про настоящее и не про прошедшее. Вот это вот интересно. Да, 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 да. Говорят, конечно. Я с вашей помощью смог написать это «Сидур», примерно так Раф Шеркин говорил, да? Ну хорошо, да. Окей, да, согласен. Я, конечно, прилагал усилия, но если бы не было, если я раздушная, то есть как бы с Ромейского на русский перевести «Помощь и небес», то ничего бы не произошло. Вот садовник посадил дерево, допустим, но если на нем не стоит этот самый… Ангел. Ангел, да, и не… С лейкой. Но ангел с лейкой должен быть. Ангел с лейкой должен быть. Нет, с лейкой – это я думаю. У лейки свой ангел. У дерева ангел, у лейки ангел, у воды ангел. Но ангел должен говорить ему «Расти, расти», а то никакая лейка не поможет. Это один взгляд на самом деле. Интересно, какие ангелы стоят рядом с арабами, которые поджигают. Теперь уже очевидно, выяснилось, кто там летает спутника. Видно, что в трех местах одновременно подошли, то есть это был явно поджиг. Какие ангелы там стояли? Тоф, это не требует ответа, мы можем дальше поговорить. У меня все-таки вопрос, почему Раф Шерки назвал этот отрывок «Старани» и его опасности? И почему понятие «Старани» назвал «Арсани» разрушительным? А вот этот ответ ты же прочитал. А нет, где это было? Эти говорят, а те делают. Где-то же… А, да. С специальным знаком, понимаешь? То есть… То есть, ты понимаешь, что если я все время верю, что он доделает, то я не делаю, я не стремлюсь быть перспекционистом, а делаю как получится. А уж там Всевышний пускай доделают. Так что ли, да? А, вот что. Нет, я думаю, что еще… Я думаю, что и по-русски тоже постараться. Эта идея такая. Трое. Если я ни на кого не полагаюсь, в том числе в том числе, не наполагаюсь в прямом смысле на Всевышний – это совершенно нрав�ой, я делаю по максимуму, а если я полагаюсь, то у меня всегда есть договор, что у меня не вышло – почему? Кому? Потому что, ну, мне не так сильно помогали, а когда ни на кого не полагаешься. Ну, ты делаешь максимумы всё. Поэтому… А те не полагаются, те просто делают… Да, те делают по максимум, и всё. Да, но в этом есть опасность. Все зависит от того, как человек смотрит на это дело. Если то, что ему всевышний должен помочь, он видит, как некоторые возможности отговорки, что он не приложил максимум усилий, то тогда это действительно получается полтура. Но тогда может и все же не помогает. Это как бы даже что-то, поедем, это штраф говорит, когда это входит в обиход. То как бы понятно, да? Вот у нас тут дома строили, амута была репатрианская, строили очень долго. Большинство людей, они там были, естественно, были совершенно нерелигиозные. Это потрясающе было, что на собраниях, когда обозмущенный народ спрашивал, когда же, наконец, построите? Им человек, наш человек, приехавший давно, он говорил, Байзрат Ашем построим. А они просто с ума сходили. Что такое Байзрат Ашем? Для нам стройте, а не Байзрат Ашем. Это я запомнил. Это было лет 25 назад или 20 лет назад. Но это нехорошо врезалось в память. Вот он как раз говорил, не штадель, они говорят, не надо ли штадель, просто построить им все. То, окей. Да, очень хорошо здесь прозвучало отличие между письменной и устной торой, потому что я, прочитав от рынка, совершенно не понял, в чем проблема с этим и штадлутом. А вот люди, которые живут в культуре, во-первых, восточной, во-вторых, религиозной, они сразу, Натана и Нахама, помогли увидеть то, что скрыто между строками. Это, кстати, я тебе хочу сказать, если уж говорить про традицию, на самом деле практически все, то есть есть злостные люди, которые это не употребляют. Чем дальше, тем больше. Даже Шадранин, а именно те, которые выступают на радио и телевидении, они, когда говорят, они, тем не менее, что-то срабатывают, потому что я говорю, вот здорово, они уже так говорят. Они говорят, да, бейзрат Ашем. И некоторые, для того, чтобы как-то сказать, но не показаться религиозным, они говорят по-арабски. По-арабски это называется иншалла. Но это говорят все, тем самым выражая... А между прочим, иншалла – это не бейзрат Ашем, если захочет. А, ну, они такие тонкости не знают. Окей, Сабаба, но как бы общее направление, я думаю, такое, общее направление чисто человеческое какое. Человек понимает, что он не знает, что будет в следующих пять минут. И поэтому он как бы говорит, вот это вот стандарт. Это немножко другое, согласись, Натан. Мы говорили в данном случае о том, кто делает работу. И действительно, если опасно, человек не будет делать ее правильной до конца. А иншалла – это вообще, то, что ты сейчас говоришь, это немножко другое. Если захочет Всевышний, то есть я сделаю все, что могу, сто процентов. Но если будет ураган, или там, я не знаю, наводнение, или что-то, это не в моих силах. Ты немножко другой, ты понимаешь? То есть человек понимает свою ограниченность, своих возможностей, и своих обещаний, и своих, так сказать, да, вот анекдот. А, да, я тоже анекдот. Да, вот у нас сегодня не будет израильский анекдот. Я вам тоже расскажу, могу свой личный анекдот. Это не израильский, это анекдот эпохи Октябрьской революции, когда хватали на улицах людей, схватили одного еврея и привели его в Кутузку и стали допрашивать. Ты, говорит, куда идешь? Не знаю. Куда шел? Не знаю. Как не знаю, стали его там узнавать подробности, кто он, что он, и как потом выйдет нормальный, лояльный гражданин, и все так. А почему ты говорил, что ты не знаешь, куда идешь? Он говорит, я думаю, что я иду в синагогу, а вот куда попал. Потряс. А вот вам мой из жизни анекдот. Не анекдот совершенно. У меня была машина Рено, и тогда Рено делались такими, когда мы приехали. Он все время грелся. Меня это дико доставало, потому что когда едешь в детский сад детей забирать, и что надо приезжать. Тогда все время ездили, в офисах работали. В общем, меня это просто сводило с ума. Вот мне посоветовали мужика, который тут у нас рядом молодым, у него мусах. Сурин называется. До сих пор его помню, он так там и работает. И вот я к нему ездил. Гараж. Гараж. Он чинил. Чинил и каждый раз ломалось. Мне это надоело. Я по своей просьбе человек мягкий, но горячий. Я зверел. Вот я ему говорю, какого хрена он ты все время чинишь, а он все время ломается. На что он говорит, потрясающую вещь. Как раз именно наш ворок. Он говорит, ну мы же с тобой религиозные люди. Ну я так молчалево, кивая головой. Ну и что? Он говорит, ну ты же знаешь, что если бы как бы могло быть и хуже, Мина Шамаемка пора. То есть как бы он говорит, от меня это мало зависит. Я делаю, что могу. Но как бы не потому, что я сверху так делаю. Тут я зверелся и совершенно. Больше к нему как бы машину не чинил. Но вообще как бы объяснение мне дико понравилось. Очень хорошо. Еще один пример тоже на эту же тему. Очень хороший. Вот известна такая вещь. Известна. Да, я сейчас не говорю как бы охлала. Не говорю про многих. И все это не ваша нора. Ну известно. Такая штука, что вот религиозные, особенно вязаные типы, они зачастую очень плохо платят зарплату. Вообще я сейчас не говорю, я как бы не говорю что они не обманывают. Я в конце убедился, почему. Я вам скажу почему. Потому что они знают. Знают, что с нами Бог. Мы не обманываем. Мы люди правильные. Ну значит так получается. А вот с нерелигиозными, сколько я не работал там, либо вообще гад, либо работает как часы. Почему? Человек не точит огнут, он делает максимум. Договорились, заплатил. Все. Откан. Ну я не знаю, мне кажется, это обманет. Я встречалась с такими и с такими вариантами. Совершенно по-разному. Ну ладно, хорошо. Не будем против. Это же Эфи, даже Эфи. Наш Эфи, бывший, бывший наш директор. Ну при чем, если я говорю, ну слушай, с нерелигиозными всегда так, ты же знаешь, с религиозными всегда так зарплаты. Ну ты же знаешь. Ну это он так говорил. Да, это амута, потому что религиозный, можно им денег брать. Это, но бывает еще миллион разных вариантов, давайте не будем углублять. Окей. Принцип некоторые выучили. Можно продолжить, как вы считаете? Гриша? Леонид? Кто у нас еще? Да, ребят, мы можем вас разговаривать в основном. Да, ну давайте продолжим. Что такое трепет перед Богом? Магии и Рат-Шем. Следующий отрывок называется. А трепет это не страх. Ну, вы видите, это звучит так. Ерак и нену пахот. Часто вообще в русском языке переводят, это я сейчас в скобках говорю, это не в тексте. В русском языке часто переводят как страх перед Богом, но действительно более верный перевод это трепет, потому что это не страх. Но тем не менее даже как бы Рат-Шем. Здесь пишет, как принято думать, стал быть и в еврей так говорящие люди тоже отождествляют иногда Ира. И они очень часто действительно, это я опять же добавляю, Ира, пахот идут вместе, страх и трепет идут вместе. Поэтому есть такая склонность их отождествлять. Продолжим. Стара не учит нас быть трусливыми. Трепет перед грехом это мое отношение к бесконечному, к инцов, то есть к всевышнему. Я ему как-то отношусь, я ему как-то принадлежу. Из-за этого, из-за того, что у меня есть к нему принадлежность, поэтому я перед ним трепещу. То есть есть у меня гера. Действительно, часто гера, это опять я добавляю, она понимается, употребляется в контексте греха. И поэтому дальше Раф продолжает трепет перед грехом, страх греха. это не негативный аспект учения мусар. Как это понять? Потому что а наоборот, высшая сторона трепется перед высшим рамамут возвышенным, перед любовью. Как это понять? Описняет Рамхаль, нет? Это строчка, где мы в Рамхаль? Давайте посчитаем. Дальше объясняет Рамхаль. В книге Дороги правильных, пути правильных. Стезя правильных в 24 главе, что страх перед грехом это трепет любящего как бы не огорчить того, кого он любит. но это теперь понятно, что Рамхаль и это высокая ступень, это очень высокая ступень. То есть как бы в этом отрывке просто разъясняется действительно, что такое Ира, что означает, мы в общем-то сейчас стоим вместе целули перед днями трепета и так не называются и имен нораим, да, дни трепета. И что такое собственно трепет очень важно это прояснить для себя, кто еще об этом не задумывался как следует или не прояснил. И действительно это больше всего похоже на страх огорчить человека, которого я люблю. То есть это наша мере. А по отношению к Всевышнему именно из любви к Всевышнему вытекает вот эта Ира, то есть страх, трепет, нежелание его огорчать с тем, что я могу оступиться и совершить какой-то грех. Если можно одну фразу добавить, мне кажется тоже вот фраза такая, парафраза в современном Израиле, вот то, что тоже очень распространено у всех, у всех совершенно. Вот близкое к этому, мне кажется, когда человек говорит хасвахалилу. Вот хасвахалилу это что-то в этом тоже есть. То есть хасвахалил это не дай бог. То есть одно, если не дай бог, чтобы это произошло, а с другой стороны, это действительно какое-то пожелание, которое не просто не дай бог, чтобы меня наказали. Хасвахалилу не дай бог. Мне кажется, это близко. Это тоже вошло, это говорят все. Говорят все. Вне зависимости от того, есть кипа или нет. А хасвахалилу действительно это в общем языке существует. Мне кажется, это очень важно. Мне кажется, это очень важно. Мне кажется, это очень важно, когда у людей в языке есть живые вещи, которые связаны с их жизнью, и даже если они формально не выполняют какие-то записи, заповеди слегка, то, что это находится на языке, это означает, что у людей находится и глубже. Так мне кажется. на самом деле это только в русском языке не дай бог переводится. В принципе, выражения хасвахалила бога же нет. И очень хорошо. И очень хорошо. А все понимают, что это правильно. Но мы имеем в виду, что я вот, если я там, если со мной случится какое-то несчастье, я потеряю подвижность. Люди все говорят, я этого не желаю, конечно, я очень надеюсь, что этого не будет. Вот такой смысл, собственно, на этом выражении хасвахалила. Я, например, взял в привычку, хотя сначала я воздерживался, я своих собственных детей, и даже когда я разговариваю с какими-то другими, когда человек говорит, самая тривиальная вещь, мы встречаемся завтра, и мы едем в машине, и дети спрашивают, через сколько времени вы будете у нас, на, по-вечесному часу по выезду. Я обязательно добавляю без раташе. Мне кажется, это очень важно. Мне кажется, чрезвычайно, я не хочу как бы кичиться тем, что я религиозный, там типа анакалопятые, десятые. Но мне кажется, это очень важное добавление, как будто это вот программное заявление. Ребят, без раташе. Все. И никто не поправляет. Все как бы, все хотя бы молчаливо с этим всегда спрашивают. Мы все ходим под этим, да. Вот ты с тобой что-то случается, например, сегодня у меня. И я думаю, начинаешь сразу думать, что что мне Бог этим хочет сказать. Не религиозный, он просто говорит, там на шоссе было разлито масло, или жидко было. Нет в Израиле нерелигиозных. Это особая история. Говорят, что селоним в Израиле по обычному пониманию нет. Нет евреев нерелигиозных. Это другая история. Это вопрос. Слушай, умнейшие люди, которые нас сопровождают на протяжении меня, во всяком случае, на протяжении, я не знаю, уже теперь 40 лет, могу сказать имена, Витя Фульман, замечательные люди, много других, которые и меня, и все. Они ходят без головного убора. Умнейшие люди, понимаешь, вообще-то фильмы не накладывают, но сказать про него, что он как бы, не знаю, глупее меня, хелоним, у меня просто рука на галке. Не про всех же. Я не про это говорю. Есть разные люди. Очень разные Израиль. Очень разные. Есть всякие. Конечно, большинство, они как-то себя позиционируют в этой системе координат. В этом нет сомнений. Но есть абсолютно анти. Ты знаешь, что есть анти. Я тебе скажу так. Я прошу прощения, сегодня у нас такие дебури. На моем опыте, если ты себя ведешь нормально, нормально, то стандартная реакция человека, который не соблюдает, он через очень короткое время начинает тебе рассказывать, быть лавут, с воодушевлением. Что у него дедушка, прадедушка был там раввин, что у него это, и что он на самом деле тоже. То есть ты не думаешь, что я вообще такая это самая падла, грубо говоря. Я тоже травм. Это стандартная реакция. Я тоже живу в этом Израиле. Я совершенно с тобой согласна. У меня такой же совершенно... Это нормально, это очень хорошо. Это нормально, это очень хорошо. Но я сначала и совсем анти. Значит, с ними надо работать. У нас на Песохе был человек, не называя, сын очень известного человека. Он 10 лет принципиально не справлял с Эдер Песохом. Он ко мне подошел после этого с Эдер Петок и сказал, послушай, я 10 лет специально не делал Песоха. Специально, потому что я не вижу в этом ничего. Это был такой кайф, я тебе дико благодарен. Вот, а вот, а то шем, пожалуйста. Я не говорю, что меня на памятник поставить. Не, все нормально. Окей. Это нормальная реакция. А он считается атеистом. Он считается атеистом и вообще идеологом как бы атеизма и анти. Вот, пожалуйста. Пел с нами, пел, говорил амэн, пел и все, что полагается. Все по-разному. бывает. Люди очень, на 100, ты сам понимаешь, примеров можно привести миллион. И каждый будет своего особенного цвета, своего особенного запаха, свой особенный подход. Этот такой-то ист, этот сякой-то ист. И каждого будут судить не на... Проблема, если ты спросишь меня, то проблема не в нерелигиозах. Проблема, проблема до 99%. Я не говорю, где проблема. Проблема в нерелигиозах. Это мы, грубо говоря, виноваты, а не они виноваты. Ну, хорошо, это особо. Я вообще против того, чтобы искать каких-то вообще виновников. Ну, в смысле, истадлут. Мало бы истадлили. Если бы мы делали больше истадлут и делали бы правильнее, было бы лучше. Окей. Ну, хорошо. Пройдем дальше. Все всегда могут делать больше. Это правда. Я с этим согласна. И мы. Но складывать вину только надо. Вообще искать виновники. Если ты не виновники, то... Не, но если тот преступник, то его надо наказывать. А если человек не находит себе возможность сил достаточно для Иштадута, то все знают. С нами за всеми это случается. Мы люди все. Ну, хорошо. Моя очередь нет, или вы меня осуждаете? Твоя, твоя. Окей. Лемирауи Аошер. Аошер, по-моему, да. Кому полагается... Тут у нас через Айн, что это с этим самым... Богатство, так я понимаю. Кому полагается, как бы, богатство. Бааль Нефешфила. Тот, у кого низменная душа. Так, наверное, понимается. Это из... Ровная, наверное. Что? А, Нефешфила. Да, 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 правильно. Наверное, так скромно называется. Правильно. Кромный человек, да. Хотя в современном иврите Шфила, Шафель – это подонок вообще. Не, не, не. Это просто многозначное слово. Да, да, да. Окей. Это человек, у которого отсутствует желание, стремление к делам этого мира. То есть, мира реальности. Так, надо. Материального мира. Да, 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 да. И из-за этого он называется, как... Сейчас, секунду. Кавэд, бродба, микны, бэпэс, фобезаав. Он называется отягченный достояние... Ну, сейчас я не очень понимаю смысл. Бальнефиш фила, у адамши, эно, тавава. А как непонятно никому? Давай, да. А, ну, хорошо. Тут как бы идея такая, что человек, который не стремится к богатству, именно его и получает. Такая, что ли, человек, как праотец Авраам, у которого вообще не было стремления к обогащению. Вот ему полагается мамон, финансы. Именно он, который был облагодетельствован, наверное, так, так, что это по-русски, вот этой скромной душой она может осветиться вот богатством финансовым. Нет, что это человек, он может это богатство осветить, да, перенести на сторону святости. Использует это значение. А, я ходил, да, да, да. Да, да, да. Я думал, что, да, да, да. Правильно. Это непосредственно. Да, 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 да. И, опять же, в современном мире я, честно говоря, не знаю. Люди, которые мы знаем перед глазами, с которыми я встречался, уж не такие крутые. Это, собственно, специфическая пара людей, которые действительно олигархи там и стартапы и все прочее. В общем, это надо иметь цель. Нет, это не то, что он установил, мне кажется, как я поняла, Равн Шерк, не то, что он установил такое правило. Кому положено, кому оно соответствует богатство. Не то, что нет злодеев богатых. Конечно, есть. Они всегда были. В Танахе мы видим. Нет, я не говорю, олигархи и злодеи. Ну, злодей. Бизнесмен, он злодей. Не важно. Нет, есть тоже злодеи. Вот Набаль, да? Набаль – это пример этого самого. Он явно злодей такой. Ну, так сказать, Тарай его, особенно, с таким рисом, Танахом рисует таким. Ну, и вообще, были разные, совершенно богатые люди, такие и сякие. Это понятно. Он просто говорит, что только человек, такой, который, на самом деле, совершенно не заинтересован, не гонится за этим богатством материального мира, которого интересуют больше духовные вещи, он действительно может осветить то добро, которое подойдет его в руки, направить его на правильную жизнь. Хорошо, осветить у него он может, вопрос, есть ли у него, есть ли у него что освещать? Большинство праведников жили несчастной жизнью, были людьми без всяких средств существования. Я тебе говорю, это не значит, что это правило, что дают деньги хорошим людям. Совсем он этого не хочет сказать. Он говорит, что если так случается, вот, например, Аврааму действительно были деньги, и в Умане они действительно он их может направить правильно. А те деньги, так я понимаю, или это то имущество, которое есть у людей, ну, не обязательно праведных, ты не знаешь, куда он его направит. Понимаешь? Окей. Чему эти деньги будут служить? Может быть, добро, а может быть, и зло. То есть, если ему выгодно продавать оружие, он будет продавать оружие. Ну, кстати говоря, тенденции в западном мире, в Израиле в частности, в Израиле вообще как бы огромные. В Израиле ты не проходишь мимо двух шагов, вместо того, что не видит табличка, что это скамейка, либо это поилка водой, либо еще что-то. Она на труму, деньги кого? Вообще, как бы все эти, все ему тот, который на деньги, государство помогает, освобождает, людям возвращает часть денег, человек дал 10 тысяч шекелей, ему 6 тысяч шекелей возвращают обратно. Если он дает их на эту самую... Не знаю, сколько в России это существует, не существует, в наше время, конечно, такого не было. Сейчас вообще идея тро... Нет, ну как, слушай, это известно, человек дает, представляешь, 10 тысяч шекелей или 10 тысяч долларов. Человек... Если он получает справку о том, что он дал действительно вот на то, что понимается и входит в определение этих... филантропических... Ему 6 тысяч возвращают обратно. Ты представляешь? Хороший способ отмывания денег, между прочим. Что-что? Хороший способ отмывания денег. Ну, смотри, это проверяют, не надо так, но во всяком случае это огромная вещь, очень многих... Я не это хотела. Нарава Шерки, слушай, я не... Нарава Шерки, люди все время, каждый день, просто это... Они все время реально дают деньги. Я просто как бы нахожусь здесь около этого, не около денег, но я слежу, как бы, как это проходит. Люди, каждые люди дают 10 тысяч, 5 тысяч, каждый месяц 15 тысяч, все время, все время, но при этом, действительно, все время проще, чтобы им давали эту справку. И это означает, что это да, что... Я думаю, что большинство людей, которые имеют деньги, у меня вообще такое впечатление, что они да, из этих денег они сильно очень помогают. Я так кажется. Окей. Большинство... Ну, неважно, я не это имела в виду. Я не имела в виду, что они... что нет благотворительности. Я имела в виду, что сами деньги, имущество, которое есть у человека, он может построить завод по производству медицинского оборудования, например, а может, построить завод по производству пулемета. Понимаешь, да? И он из того, из другого будет иметь доход. И то, что... Это вопрос написано, у Яхоты Кадеш от Мэмуно. У него уже есть Мамон. Как он и Волы Кадеш? Как он и Волы Кадеш? Вот это... Кадеш Мамон. Дать на Синагогу... Кадеш Мамон, я считаю, я считаю, это направить на правильную... на правильную... дело, да? Я сказала... Я привела пример, кому понятно. Или построить завод лечебного оборудования, или построить завод... Это не Кадеш Мамон. Это означает, как зарабатывать Мамон. Хочешь сказать, что можно зарабатывать Мамон разными способами. Можно продавать оружие людям, чтобы они друг друга больше... чтобы они... Бугали больше. Правильно? Вопрос в том, что ему более выгодно и почему бы действительно деньгам не работать, если он делает что-то очень позитивное. Замечательно. Я понимаю, что Кадеш Мамон, на мой взгляд, это давать его на благотворительность. Лучше же на Брунском. Мы даже и не слышали, что Авраам дает деньги на благотворительность. Вроде бы не давал. Но может и давал. Возврата не было. Возврата не было. Возврата не было. Масок на саня. А, такс-детапа не было. Но кроме того, он использовал свои ресурсы на то, чтобы привлекать людей. Чтобы их там кормить, чтобы их учить тареи и так далее. Да, быть там хуй дало. Они, может быть, ему тоже платили трубу. Может быть. Да, как этот Мелех после войны с царями. Малки-цедек Мелех-шарем вынес ему хлеб. Ну, я не знаю, это такое мое понимание. Конечно, может быть разным. Окей. Ну, хорошо. Идем дальше. Я дочитал, либо тут еще есть? Да, это все. Это короткий открыл. Ну, хорошо. Будем быстро меняться. Тоже хорошо. Если нет ни у кого вопросов или добавлений. Если кто-то тоже читать хочет на иврите, вот Йосеф Гузман, пожалуйста, можно приобщиться и тоже читать на иврите. Нет проблем. Будет веселее. Ну, хорошо. Пока Йосеф готовится, я прочитаю... А, да, нет. Попробую. Который как раз у нас сегодня в чате горячий вызвал споры. Познание Всевышнего в жизни. Да, и вот этот предлог, Б, да, то можно прочитать как в жизни, можно понять как посредством жизни, да, через жизнь. Тора Моше сделала великий хидуш, да, мощный хидуш, то есть сказала что-то новое, новое какое-то революционное, чего не было раньше. И вот этот хидуш, он звучит как выбери жизнь, да, это Дворим 3.9. Возможно познать Всевышнего через жизнь, а не только через смерть. И есть также указание познавать его через жизнь. Можно секунду, секунду только, только одну секунду. Хотел сказать, смотри, вот здесь моя ошибка, я не виллерийского текста, смотри, это большая разница. Потому что я, честно говоря, думал, что написано Едиат Ашер, а тут написано Акарат. Акарат, это даже на слуху совсем другое. Леокир, это познакомиться, это как бы познать, к чему я говорил про ученых, тут слово Еда тут не стоит, Мадас здесь нету. Здесь речь идет о том, что познать, в смысле познакомиться. Ну, будешь оправдываться потом. А не понять его. Речь идет не о понимании. Речь идет, речь идет о том, чтобы с ним познакомиться, грубо говоря. Это вот, да, это две большие разницы. Нобелевские лауреаты смеха здесь ни при чем совершенно. Потому что здесь слово Едиат Ашем, это не хаба. Ну, тогда нужно объяснить, да, слушателям, в чем разница между Акара и Едиа. То есть Акара, это знакомство, да, по-простому. Но Едиа, это уже просто слияние, да, это то, что называется, познал Адам Хаву, это соединение. Вот у меня слово Едиат Атака возьму в чате, потому что, ну, я, естественно, не халил и никакой нефилософ вообще минимально понимал в этих категориях, но просто социологика говорит, Всевышний не познавая, да то, что находится вне живых существ, вне вообще существующего. Когда ты что-то узнаешь, от слова «узнать», например, это должен был Акдир, должен делать Акдарот, ты говорил, написал, детерминировать, правильно? Если ты, в принципе, не можешь детерминировать это явление и событие, ты не можешь его познать. Про это Адам Хаву очень интересно. Да, он вот произвел такой некоторый первый акт и сказал, давай познакомимся. Это было правильно. Так он ее познал. Окей? Он познал, он сделал какую-то конкретную вещь, он считал, что так надо ее понять. Понимаешь? А в этом отношении действительно, это глубокие вещи, когда говорят «познание Всевышнего», я всегда во мне внутри все как бы бунтует. На мой взгляд, это тавтология чистая. Можно заниматься, она может кому-то быть приятная, но познать непознаваемое невозможно. С трудом можно себя познать, правильно? Жену, ну, вот таким образом можно познать. Познать Всевышнего. А вот Акарат, да. Акарат, да. Кстати, интересно, на иврите, вот я не помню сейчас посмотреть, Акарат Тува. Это тоже Акара или там через Кув? Может быть, тоже, кстати говоря? Нет, то же самое слово. Акара тоже интересно. Акарат Тува, это как бы, когда человек понимает, что ему сделали добро. Акарат Тува, да. Вот Акара, это очень хорошее слово. Акара, Ашем, Бехаим, да. Но только слово Бехаим не очень понятно. Потому что сказано правильно, ло амитим и 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 ло амитим. Да, то есть мертвые не могут благословлять Всевышнего. Увда, человек уходит из этого мира. Все, его диалог, так как мы понимаем диалог с Сушным, на этом кончается. Все, закрыто. Поэтому, что означает Акарат Ашем Бехаим? Бехаим, я думаю, что здесь идея была в реальных действиях. Когда реально что-то делает. В Маасим. Да, я думаю, что Бехаим здесь это Бумаасим. Но надо почитать дальше. Может быть, это в этом идея. Ну, тогда почитаем дальше. И в этом как раз хедуш, то есть то новое, что раскрыл иудаизм, то, чего не было раньше. До стояния у горы Синай сыны Израиля думали, что, чтобы говорить с Богом, нужно умереть. Что это та цена, которую нужно заплатить и цена стоящая. Для того, чтобы говорить с Богом, стоит умереть. Но когда они услышали голос из мрака, из огня, тогда они сказали, и дальше идет цитата из книги Дворим, сегодня мы увидели, что говорил Бог с человеком, и он остался жив. И теперь, зачем же нам умирать? Я себя добавлю в смысл такой вот этой фразы. Сегодня мы увидели, что говорил Бог с человеком, он остался жив. Вот это было открытие, потому что до этого считалось в общей мистике, что, поскольку Бог находится на другой стороне реальности, то невозможно познать его в жизни. Смерть, либо мистическая смерть, либо реальная смерть, это та цена, которую нужно заплатить со связь, со слиянием с Всевышним. И теперь вот они увидели, что это возможно, поговорить с Богом. Это странно, это странно, но как бы себе представить себе можно. Человек, переходя в другой мир, тот мир, который исключит, он принадлежит Всевышнему, там он с ним и знакомится. Другое, вся еврейская традиция, я не знаю, традиция про отцов, нигде нет того, что кто-то из про отцов разговаривал со Всевышним, знакомился с ним, грубо говоря, и это заканчивалось смертью. Откуда такая идея была? То есть, эта идея сейчас лимфическая, она вообще не еврейская. Мне так кажется, я не знаю. Откуда из еврейской традиции следует, что разговор служения Всевышним, разговор с Всевышним ведет к смерти? Нет, из еврейской как раз не следует, в этом и хедушь. Из этой строчки еще, по-моему, когда являлся ангел к монаху, там тоже что-то такое проступает, что он удивлен, что мы остались, с нами говорил Бог, мы остались живы. Это вот такое как бы общее в той культуре, в той религиозной культуре, что обычно это бывает так. И вот то новое, что принесла еврейская традиция, это то, что это необязательно, что можно и при жизни встретиться с Богом. Да, но только пишут Бнеис Сраэль, но это страшно, что Бнеис Сраэль прошло. Натан, то, что ты сказал, вот у братцев такого не было, они типа разговаривали, мог с ним разговаривать, они оставались живы, это, в общем, не меняет психологию народа или там представление общих, культурных, которые существовали. Ну, то есть, если где-то там, кто разговаривал, они точно этого не знали, не помнили, даже если знали и помнили, все равно так мутно себе представляли. А так, в принципе, общекультурное представление, как мы так понимаем, из Равошерки и из других всяких мест, действительно, для них переход этой границы, ну, или, как сказал Андрей, как бы, символическая смерть, хотя бы, какая-то. Действительно, на самом деле, до Муше не было такого, чтобы Бог говорил с кем-то лицом к лицу. Всегда они видели в сновидениях, или, то есть, он, некое подобие смерти, там, да, как сон. Да, я согласен, сто процентов. Мне даже кажется, сейчас я вот такое делаю, далеко идущее заключение, сейчас пришло в голову. Вот мне сейчас пришло в голову, мне кажется, оно верно, что вообще вот такой, я не хочу сказать природный, но вот первоначальный страх, который оставляет людей в нерелигиозности, чем может быть, что этот страх, действительно, связан страх с тем, что его тянут в мир, который в его глазах, это мир, который не здесь, а не здесь, это что-то связанное с уходом отсюда. Я не хочу говорить слово смерть, да, но это что-то меня ведут туда, куда я боюсь идти, мне это непонятно и страшно, это не связано с моей реальной жизнью. В каком-то смысле это связано с смертью. И очень может быть, что действительно вот это вот, мне никогда не приходило это в голову, что вот одна из основ, может быть, очень сильная хелланизма, она как раз заключается в том, что люди не хотят идти туда, им кажется, что то, что связано с религией, это прежде всего связано со смертью. Очень может быть, кстати. страх потерять себя, свою личность, привычную какую-то жизнь. В каком-то смысле это смерть, в каком-то смысле это смерть, я теряю себя, правильно, меня не существует. Окей. Да, ну и вот этот медраж, что когда вот эти десять речений были произнесены, там есть разные версии, то ли на Исраиле услышали только первое речение, то ли они услышали первое слово, они хитрили первые буквы, да, в любом случае для них это было настолько страшно, что они на какой-то момент они умерли, да, но все же они остались как бы в жизни, да, в любом случае вот эта вот реакция простых людей, да, на звучание голоса Всевышнего, на встречу с ним, это вот было именно то, что они назвали как смерть, да, какая-то потеря себя или что бы то ни было. Так, ну я продолжу. Сегодня мы увидели, что говорил Бог с человеком, он остался жив, и теперь зачем же нам умирать? Мы поняли, что не нужно умирать, что это излишне. Мы раскрыли ценность жизни, и этот вид душ мы раскрываем каждую неделю через субботнюю трапезу. А у всех на шее? А у всех на шее? Суббота, шаббат, это самый святой день. И на первый взгляд от его величайшей святости нам следовало бы паститься. Не есть вообще. Однако наоборот, это как раз тот день, в который можно есть перед лицом Всевышнего, подобно тому, как в Бет-Мигдаше, в храме. Вот такая удивительная история, что оказывается, что можно познать Всевышнего, познакомиться с ним, встретиться в жизни, это было совершенно чем-то революционным. Это то, что привнес иудаизм, это то, что было получено, и народ с этим столкнулся на горе Синай, и отмечают это каждый шаббат, что именно встречу с Всевышним мы переживаем через земные наслаждения, через трапезу, что оно является святым. Они наоборот, как в других религиях, первое, что человек, который начинает приближаться к чему-то духовному, первое, что от него требуется отказаться от каких-то наслаждений, от мяса, я не знаю, то есть начинать убирать какие-то элементы жизни. выпилены. Окей. Да. От секса. Что от сердца? Я не понял. От секса. От мяса, от секса. На монастыре, туда-сюда. Чем ты от большего отказываешься от разговоров, например, там из монастырей молчальников такие были. Ну и так далее, и так далее. Чем больше отказываешься, тем ближе ты к святости. Правильно же? Ну, как бы, логика такая. Мир по этой логике. Мир Бога, мир Всевышнего, это мир нечеловеческий. Вот это аксиома. Поэтому ты должен прибиться в тот мир, который свой мир сделает похожий на его мир. Как он не ест, так и ты не ешь. Как у него нет женщин, так и у тебя не будет жены. У него нет детей, у тебя нет и так далее. И очень может быть, опять это называется оврака, да, очень может быть, что христианство в этом смысле, оно вот это было и их приближение, надо же показать. У него есть сын, у него есть семья, у него есть то, но не бойтесь, да, вы останетесь живыми. Чем может быть, что это было, что из-за этого люди как бы шли туда, очень может быть, что это им помогало. Да? А человеческие образы, то есть приближение, не уход в то, что не человеческое, а именно то, что связано с тем миром, в конечном смысле со смертью. А то, что это близко к нам, к людям. Ну, получается парадокс, что христианство, оно при этом провозглашает как бы отход от этого мира. Кто провозглашает, я не понял. Минусторий, кто строил, у еврейских минусторий не бывает. Христианство, оно как бы дает как человеку путь, но он не тоже отрицает мирской путь, насколько я понимаю, но тем не менее, особенно в некоторых видах христианства, самые святые люди, они... Но они выбирали как бы, я думаю, что они выбирали себе естественным образом более легкий путь, потому что как бы освещать Всевышнего, живя нормальной жизнью. Гораздо более сложно, чем даже преподателем. Это легче, что тяжелее, кому как, я не знаю. Но мы считаем просто, что это более верно. Слушай, кто проще, не иметь жены и вообще кайфовать от того, что близок к Богу, либо ссориться с женой, пытаться разруливать семей. Я же говорю, это кому как, но на таком, неизвестно, что проще. Кому как, и в общем, каждый живет как бы. Что касается христианства, то там ясно было сказано, что лучше человеку не иметь жены. Но не все на это способны, поэтому это вам позволительно, но вы будете иметь от этого большие страдания. То есть там все-таки идеалом названа полная аскеза. Может быть, это была попытка борьбы с развратом вообще. Я не знаю, почему как по-простому сказать человеку, что иметь жену – это плохо. Как бы из чего это следует? Адам, Хаус. Нет, ну это основатель христианства. Зачем это основано? Как раз вот этому ощущению человека, что если он хочет вот с чем-то божественным соединиться, то для этого он должен отказаться от всего, что здесь. Если придешь в другую сторону, должен покинуть тесто. Это явно самодеятельная накрутка, по сути, но если бы я участвовал это не так просто, но, Натан, мы сейчас не можем. Адаму Хаву и сказал, познай ее. Это явно геяние Всевышнего, где сказано о том, что человек не должен жениться. В христианстве считается, что это был грех как раз, то, что он ее познал и от этого корень всего зла. Вот это вот как раз ощущение. А что их хранит из-за твоей сада? Конечно. Это ты никогда этим не занимался. У нас это да. Они там уже жили в саду, поэтому мы никак не их принимаем. Я женат 47 лет, но я этим не занимался. Ну, хорошо, давайте пойдем дальше. Нет, ну, в принципе, корни христианства, они очень сложные и непростые. Мы не будем глубоко залезать, но эта сторона у него есть. Мы пригласим христианина, мы пригласим следующего. И не только в христианстве. Андрей, наверное, лучше гораздо меня знает. Восточных религиях тоже существует безусловно, такой аспект приближения через аскезу, через отказ от всяких удовольствий этого мира. Не то, чтобы в иудаизме это совсем отсутствие. Не то, что... Есть какие-то элементы такого, так сказать, временного отказа. Да, то же самое дарование тоже. Сказали, отделись от... есть что-то в этом такое, что действительно связано с отдалением от Всевышнего. Это как бы странно, правильно? Но при этом у нас есть как бы мы... По-русски нет такого держаться за веревку с двух сторон. Нет такого выражения. Мы как бы пытаемся жить и то, и другое. мы стараемся балансировать. Ну, хорошо. Мы дочитаем. Есть вопросы у кого-то? Замечания. Народ, мы тут оживленно разговариваем, чтобы в основном вас разговаривать. Ну, как-то вы это... Натан, предлагай большую усилию. Оцените. Да. Тов, ну, хорошо. Мужчина, женщина, как-то муж, жена, а тематика вообще? Обычно народ заводится. Не получилось. Ну, опять мы... А, нет. Мы виноваты, конечно. Это я теперь, да? Служащий Всевышнему, он единственный, кто свободен. Раб Божий по-русски говорят. Слыхра. Ну, раб. Ты такое выражение вообще. Что за служащий? Мы что, в банке, что ли? Ну, хорошо, раб Всевышнего. Раб Божий, мадам. Так говорят по-русски. Ну, хорошо, дальше. Рабы времени, они рабы рабов. А только раб Всевышнего, он единственный свободен. Сказал Рабинда Оливейх в известном стихотворении своем. Авдея Азман в смысле Авдеема Золотная такая идея. Нет. А что такое Авдея Азман? Как мне кажется, как я понимаю это стихотворение у Дау-Лили, когда ты не можешь подняться над временем, когда ты порабощен ему, понимаешь, да? ты служишь ему, у тебя нету перспективы Всевышнего, а ты из-за этого попадаешь в плен времени. Так я бы понимала лучше. Может быть... Посмотреть Юда Али, честно говоря, не знаю, я, честно говоря, еще рад, стыдусу. Я когда-то я помню, что ли для этого, что ли для какого-то другого урока, я пыталась найти адекватный перевод у Дау-Лили. Они очень творческие. Несколько переводов существует и они все, ну, потому что приходится в поэтической форме как бы отклоняться точно от текста и иногда они сильно уходят от смыслов. Поэтому надо считать подлинники и, может быть, комментарии. Я это видел в сидуре реформистском. В общем-то, сначала идет какая-то фраза подчинения диктату дней, часов, чего-то там еще, еще, еще. Это и есть настоящее рабство. Вот. И дальше, как стишок, лишь раб Господень воистину свободен. Еще раз, еще раз. А, ну, это они цитируют и удали. Да. А, ну, вот видишь, а мы говорим реформист. Видите, замечательные либературы не вижу. у них иногда вполне бывает классные. Ну, на самом деле, может быть, это не их перевод, а просто они взяли строчку. Ну, то, что они соглашаются с раундшерком. на самом деле, ты видишь, перевод, в общем, он так же понимает, так или иначе, реформистский он или кем-то сделан, то они их, после них, не знаю. он тоже самое, как и я это видит. Ну, здесь не имеется в виду и долбоклонности совсем. Да, но интересно, вот то, что приходит в голову, смотри, как бы на поэтическом уровне это красиво, да, но в деле мы все живем во времени, то есть у нас все привязано, человек не может не жить во времени, окей? С другой стороны, то, что Всевышний называется маком, вот это интересно, то есть маком это нормально, азман это плохо, а маком это Всевышний, то есть маком это нормально, азман это плохо. Почему же плохо? Нет, не в этом дело совершенно, мне кажется, ты смешиваешь разные совершенно вещи. Во-первых, маком для нас это не такое же ограничение, маком место я могу поменять, у меня нет, я не не запер в нем, как в клетке, да, когда мы говорим, что Всевышний это маком, совсем другой смысл, он это, давай не будем сейчас, раз, ну, один из смыслов такой, что он дает всему место, понимаешь, это совсем другая вещь, а время, это на самом деле как некоторая клетка, ты не можешь из него вырваться, вся фантастика, там, огромное количество фантастики построено на том, чтобы перемещаться во времени. туннель времени, путешествия во времени, это самое, это все на самом деле абсолютно фантастические вещи и вряд ли когда-нибудь будет возможно, в этот случай, я хочу сказать, что это очень смешно, иногда попадают в интернете фотографии старые, и там как бы мы видим человека, который говорит по телефону, или там еще что-то такое, и говорит, вот, вот он путешественник во времени, кому интересно, это в смысле только как шутка такая, можете поискать в интернете, такие есть, но на самом деле время, это то, что нас действительно максимально ограничивает, оно диктует нам свои, так сказать, секунды, минуты, часы, я никуда не могу от этого вырваться, и человек, который живет только во времени, не ощущает свою связь с будущим, с прошлым, не ощущает свою связь с Всевышним, который больше времени, он действительно находится в плену этого времени, понимаешь, да? То есть, это простыми словами, это человек, который живет с 7-минутными заботами, который не думает о высоком, который не задумывается о смысле жизни. Да, ну а тогда они его пропущают. Он такая идея. Окей. Да, я думаю так. Он не может вырваться из этого бега времени, который его все время куда-то гонит. И, в общем-то, на самом деле, мы все вместе в этом времени никуда не денешься, но вопрос в том, как ты на это смотришь всегда, да? Как ты это ощущаешь? Если у тебя есть возможность как бы мысленно посмотреть на это сверху все-таки, на этот бег времени, ты все-таки можно было разлить, но хорошо, ладно, окей, интересы и в современном Израиле, и по отношению, опять же, к неглигиозным, общие эти понятия, тоф, но пройдем дальше. Про время очень интересно, у меня целая лекция есть про время, но это тоже, если кто захочет. Я, по-моему, рассказывала здесь как-то, нет? Нет, было бы очень интересно услышать про время лекцию. Да. Ну ладно, потом как-нибудь. По-моему, я уже когда-то что-то рассказывала. восприятие времени в древности, в наши дни и еще всякие разности. Окей. Эвидашем, где мы остановились, и как будто это представляется фикцией, потому что раб Всевышнего, он реально, от себя славил слово реально, он порабощен больше, чем остальные. Но надо понимать, правильно понимать значение этого выражения раб Всевышнего. Когда я подчинен своему работодателю или своей идеологии, или своим страстям, я подчинен чему-то внешнему. и я это не я, потому что я работаю в соответствии с ритмом жизни кого-то другого. Даже я от себя хочу отметить, что тут это как бы не совсем очевидная вещь, но в частности мои страсти это тоже как бы нечто внешнее для меня, не настоящее я. И поэтому когда я иду за ними, я подчиняюсь их ритму, их требованиям и так далее. Но не так происходит, когда я подчиняю себя тому, кто меня затворил, потому что он источник жизни. И это подчинение как бы сказать, только себе, тому моей существа я думаю. И только в таком случае я свободен. Когда я подчиняю себя желанию Всевышнего, я открываю волю, которую он хотел воплотить в моем существовании. И он сам по себе это сам по себе более базовое базовое желание. Это, на мой взгляд, это на мой взгляд, я, извиняюсь, перед раумшерки, есть такое на иврите выражение, называется лохфор, копать. Ну да, конечно. Это лохфор, то есть на самом деле как бы это настолько расплывчато, но это настолько как бы хоферот, что уцепиться просто не за что. Понимаешь, что означает я подчиняюсь, секунду, одна фраза, что означает я полностью подчиняю себя его желанию. Его желание неизвестно. это какая-то вот такая тавтология, понимаешь, я выполняю его желание. А какое его желание? А никто не знает. Нет же, его желание это заповеди, это сейчас будет. Хорошо, я тебе привожу пример, что правильно человек, чтобы он утром накладывал отфилина, либо бежал, гасил пожар, без того, что накладывал отфилина. Вообще, каждый раз выбор, что делать. Можно молиться, можно молиться. Как это делает, я не знаю, Хасидей Хаббат, или вообще Хасидей. Вот утром проезжаем мимо Мяшари, с полотенцами идут, в бассейны, в них выкупаются, потом молятся, потом учатся, потом это, потом пятое-десятое. А есть другой парень, который утром идет на заставу, шмира, максом, гоняется за арабами, спасает чьи-то жизни. А кто выполняет его волю? Ну, как можно сказать? И как можно вывести, кто из них может сказать, я выполняю волю Всевышнего? И что хочет, чтобы вы сейчас тебе таблицали, зависовались только братья. Я хочу, вы понимаете с Равина? Это общие слова, безусловно. И, конечно, мы не знаем точно его волю, мы пытаемся ее понять, ее исполнить. Но именно поэтому это так важно. Он просто говорит о важности того, чтобы мы поняли его волю. Даже если мы можем ошибаться, конечно, можем ошибаться. Я не знаю, кто из них ошибается, солдат или Хасид. Я не знаю. Каждый надеется, что он понимает правильно. А может он ошибается. Но на самом деле это очень важно. Поэтому нам важно понять его волю. Потому что если мы выполняем реальную его волю, то мы приближаемся к своей сущности. Потому что сущность определил Творец. Он ее определил, и я, когда выполняю волю, я делаю то, что мне предназначено в этом мире. Ну вот поэтому мы это ищем. Но то, что мы знаем на 100%, никто не сказал. Смотри, это возвращается к тому невопросительному, к тому невопросительному, отрицательному знаку, который Раф сам поставил там вот наверху, где мы читали. Говорят, что эти мечтатлим, а эти делают и поставил отрицательный знак. Делать можно, когда ты максимум поглощен делами. Если ты будешь сидеть и думать, а в чем заключается его желание, ты будешь сидеть и учить, в чем его желание, а другой будет делать и Траньяна ставит симатизм. Я это согласна. Ты хочешь сейчас уже поставить все точки на объем, но мы не уверены, что это просто сделать. Потому что мы действительно не знаем. Ты сначала говоришь, я не знаю, не знаю, не знаю, а потом говоришь, не, я знаю. Вот эти хорошие, эти плохие. Не известно. Да, Сабаба, я не против. Я только хочу сказать, что только после этого не надо удивляться, что нерелигиозные построили государство Израиль. Так, грубо говоря, не надо удивляться. Не известно, кто построил чего-то. Они не делали штаблут. Они просто не делали штаблут. На самом деле, они не только построили государство Израиль, они и историю переписали в большой степени. И пропало огромное количество людей религиозных, которые занимались строительством. Почему? Секунду, почему? Потому что им важно было сделать вот этот вот нитук. Им надо было разорвать эту связь. Не делать и штаблут, а делать маслом. Поэтому не делали. Не могу так говорить, не религиозные построили. Здесь огромное количество было религиозных. До того, как приехали. Слушай, по большому счету ответ известен. Правильно, окей. Это в этом как бы пшито. В этом нету... Это совершенно не так очевидно все. Ну, мир наших полон разных легенд, которые есть. Если бы этого не было, то Рава Куку не надо было бы как бы заниматься тем, чтобы все время объяснять, почему нерелигиозные тоже имеют Хелок и Пятые Десятые. Если бы проблемы не было в том, что нерелигиозные построили. Это нас уводит бы с этого. Давайте продолжим. Это проблема тем не менее существует. Они действительно построили. Мне кажется, здесь есть проблема. Проблема у религиозных. Если занимаетесь таком, то ты хочешь на нас повесить все проблемы. Давай вести себя интеллигентно. Когда есть такие передачи, в которых мы религиозные с нерелигиозными взаимоважением разговариваем. Давай разговаривать с взаимоважением. Вы хорошие, вы хорошие. Это более позитивно. Ладно бы я, я ни на кого не нападаю. Нападаешь, нападаешь. Все время нападаешь на регион. На своих можно. Смотри, на своих нападать можно. А вот это вот теперь на свои нетеберения. Ну, хорошо, дальше. Так, пойдем дальше. Пойдем Хазаль. Наши мудрецы говорят, что Всевышний поднял над Израилем гору как миск. Заставил. в трактате Шаббат и объясняется это, что Всевышний принудил их к откровению. Да. Откровение само по себе вот это хорошее слово. Это одно из самых сложных слов по-современному вообще в иврите. Его понять просто невозможно. Что? Фа-фа? Шху-фа. Ша-ку-фа. А, шху-фа. Не, шху-фа. А, это то, к чему он их принудит. По-моему, здесь откровение это то, что принуждает. Да, да, да. То есть факт откровения он подчиняет того, кто его принимает. Понятно, потому что откровение это как бы абсолютно истина. И ты уже не можешь ей никак сопротивляться. Пока вот мы вот здесь спорим с Натаном, кто хороший, кто плохой, кто прав, кто неправ. Это мы, у нас нет принуждения. Каждый выбирает и судит по собственному представлению. А вот когда он нас посещает откровение, мы видим все в ясности. Ну да, послушай, там все было очень просто. Гром молнии. Людям показали такие фейерверки, которых они в жизни не видели. Они просто обалдели. Они слышали голоса, они просто у них... Слушай, они с ума сходили? Что делать современному человеку, чтобы он обалдел? Нет, нет, нет. Он не в этом дело. Раф совсем мне об этом говорит. И это можно из очень многих вещей увидеть вообще. Дело не в том, какие эффекты там были. А дело в том, что момент откровения это момент полного понимания истины. И это травматично безумно, потому что... Тура сама говорит, вы видели, когда Муше или когда Всевышний хочет уесть Бне Исра или говорить, вы же видели откровение, что он им говорит? Вы видели гром и молния? Он не говорит им, вы ничего... Он же не говорит им, а, как вы можете так себя вести? Вы же чувствовали присутствие Божества. Он говорит, гром и молния, помнишь? Помню. Ну все. Если бы можно было современному человеку сделать что-то... Гром и молния не такая вещь. Один, чтобы в жизни своей не видели гром и молнии, фейерверк. Это не единственная вещь, которая там... Это как бы знак того, что это сильное потрясение. Так я понимаю. Почему так страшно откровение? Почему люди не выносит его? И братцы видели только во сне. Только Мошер Абеку мог перед ним стоять. Только исключительно честный человек, который честен собой во всем, полностью, совершенно, он может устоять перед всевышним. потому что все мы живем в миллионах отговорок, а я не встаю поэтому, я не делаю поэтому, у меня такое оправдание, у меня такое, а мне сейчас неудобно, и так далее, и так далее. А когда тебя откроют твою вообще всю поднаготную, ты можешь падать в оборок от этого. Это страшно, это безумно. Я с тобой, я тебе верю, я тебе вполне доверяю. И поэтому, когда ты видишь истину, это тебя принуждает идти определенным путем, ты уже ни право, ни влево не вступишь. Но на самом деле так жить невозможно, потому что главная наша задача это сделать правильный моральный выбор без откровения, без подсказок. Но в момент откровения тоже для чего-то было нужно. На горе Сеной открылось народу Израиля, я считаю, корень его души, то есть истина их когда человек встречается с коренью своей души, он не может делать что-то одно, что-то другое, что-то другое, то, что более него души, требует от него. Да, ну то есть он встречается с истинным, я своим, с настоящим, каким он должен был бы быть, так я думаю. и как встретился со своим, я упал в обморок, ну хорошо. Да, так что на горе Сеной на самом деле был принужден, мы были принуждены к нашей свободе. Навязана нам была свобода. Это внутреннее принуждение, и все время, когда я выполняю заповеди тары, когда я не выполняю заповед тары, я не свободен, потому что я предаю самому себя, своей сущности. свободен, когда я не верен своей сущности, когда я верен своей сущности, я свободен. И только тогда я свободен. Это очень важная вещь, не надо этим пренебрегать. Нет, это все только мурно, что есть сущность Нахама. Ты знаешь корень своей сущности. Опять 25. Мы знаем, мы пытаемся узнать, мы пытаемся быть честными. Тут же не только это, говорится из-за того, что ты знаешь корень своей сущности, и если ты предаешь его, то ты, то есть для того, чтобы предавать, надо понимать, что ты предаешь. Я спрашиваю, в чем корень сущности Нахама? Я не знаю, Нахама его не знает. Я прошу прощения. Чего в моей сущности Гриша? Я тоже его не знаю. Подождите, но ведь там же в тот момент, в момент откровения, они были лишены свободы воли. Вот. Какая сущность? Тоже правильно. Они не были бы наиху рим, им было навязано. Но Раф пытается опять в моих глазах, я не хочу говорить слово тавтология, оно, видимо, плохое, но он пытается как бы выбирать, с одной стороны навязано, а с другой стороны это навязывание, это является освобождением от навязывания. Понимаешь? Как бы, ну ты правильно, что она говоришь? Я тоже этого не понимаю. Нет, так это не я говорю, это ведь сам же Раф и говорил, библейская динамика написана по лекциям Рава Шерке, правильно? Ну хорошо, мы не будем туда идти, но на них говорят, на них предположим, окей. И что там он говорит? И что там он говорит? Или что там от него говорят? Гриш, ты с нами? От кого? От Рафа Шерке. Да, от Рафа. Пересказывая, пик из полоски пересказывает Рафа Шерке называем, да. Рабинович напел, да, что он напел? Что Рабинович хотел? Ну там говорится, почему, собственно говоря, еврейский народ так быстро забыл, казалось бы, вот такое грандиозное явление. что он был навязан, наверное, да? Да, потому что это было страшно. Страшно было по многим причинам, вот там перечисляют, что вы сейчас говорили, но одна из причин, то, что там у него не было свободы воли. Правильно? Да? Все, что только навязано, это не его. А Раф пытается доказать, что ему навязали, что навязано было его родным. Ты дурак не понимаешь. Нет, 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 Натан, ты запутываешь меня. Я показываю твою истинную сущность, но это лишает тебя свободы воли. И с точки зрения человека это нежелательно, и с точки зрения божества это тоже нежелательно, потому что наш мир должен прийти к цели своего творения через свободу воли, через реализацию свободы воли. Поэтому отнять свободу воли вообще просто невозможно, и тогда мир не потеряет смысл. То есть то, что в какой-то момент ты увидел сущность своей души, это не дает тебе, так сказать, гарантии, что ты продолжаешь в этом жить. Ты возвращаешь в нормальный мир. Где ты этого не знаешь, как верно заметила, где он этот корень моей души? Я только знаю, что он есть. Я только знаю, что есть у меня необходимость его искать, что мне нужно поступать честно и в соответствии со своей природой, с тем, что Бог от меня хочет. А что он от меня хочет, я пытаюсь понять. Поняюсь, это не совсем то, что Гриша говорил. Мне кажется, что Гриша говорит. Нет, потом они, это, это то, Гриша говорил тоже. Потом они, они как бы поступали по свободе воли. Религия связана с тем, что тебе заставление. Человек подходит на улицу, говорит, наложить филу. Он говорит, зачем? Ему человек говорит, я знаю, что тебе будет лучше. Это навязательство. А слушай, это не все так же. Здесь то же самое, что Синайское откровение. Зачем надо было навязывать? Мы просто могли сказать, нафига Казибаян, нам это что-то не надо, мы так хорошо живем. Значит, надо было навязать. Почему? Потому что все вышли, не знают лучше на Исраэль. В чем является корень их души? И так дальше. Не сравниваю только с Хаббатником все вышли. Поэтому нормальный человек, нормальный человек, он боится религии, потому что он считает, что ему говорят, не думай своей головой, а я тебе скажу, как делать правильно. Но я тебе могу изложить это интеллигентно, культурно, высокими словами, чтобы подвести себя к ощущениям тому, что то, что тебе навязано, это является твоей сущностью. Все это то, что ты говорила. Правильно или нет? А ты хочешь сказать, что это не является его сущностью, что творец его не сделал определенным образом? я даже сейчас не иду туда. Я пытаюсь всеми понять, что мешает людям в религии. Вот одна из, мне кажется, одна из вещей, которая очевидна. Человек не любит по жизни, когда ему навязывают. Ему с одной, снаградясь свобода выбора, а с другой стороны, говорят, делай это, потому что так надо делать, так лучше, зато и шорож. Он говорит, нет. Ну, а не религиозный мир не навязывает человеку, постоянно их не убивает. Ну, не на уровне жизненных принципов. Почему, почему? Я сейчас не говорю, что это правильный подход, но почему настолько модное утверждение, когда говорят «тихиевы тенлихиевы». «Дай жить, 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 жить». Ну, что, это ты считаешь, что такое у нас? Да, да, да. «Жить и дай жить другим». Правильно. Это на самом деле очень модное заявление. Да, очень часто цитируют. Это такие люди, которым мы не можем позволить делать так, как они считают. Ну, Гриша говорил про навязывание. Навязывание – неприятная история. В любом случае. Без этого тоже невозможно быть в «тихиевы». Пардон, это не я говорил, я цитировал. Гриша, не укрывайся. Да, цитировал. Окей. Навязывание – неприятная история. Тоже человеку надо навязывать, это неприятно. неприятно. Нет, с этим никто не спорит. С этим никто не спорит. Но вопрос в том, на самом деле, тебе кто-то навязывает, не ворует, например, навязывают. Ты вот пришел в магазин, там стоит велосипед, ничельник. Чего бы тебе его не взять? Это тебе навязывают? Потому что в тюрьму посадят. Я не хочу, чтобы вы сажали в тюрьму. А я на самом деле вовсе не хочу тратить чужую особь. Я совсем не хочу. Не потому, что мне навязывают. Хотя это мне и навязывают, но я и не хочу. Понимаешь? Вот в этом направлении мы должны двигаться, что в какой-то момент хочется не обманывать, не изменять, не воровать, не убивать. Все будут платить налоги. Представь себе, без всякого навязывания. Сами прибегут и скажут, что вместе не взяли подоконный налог. Что случилось? Послушаем, можно сделать другой виток. Адаму была навязана хаба. Всевышний дал Адаму хабу. Правильно? Привел. Он навязал ему, а вышло из этого плохо. Из этого тоже видно, что то, что тебе даже Всевышний навязывают, из этого тоже может выйти плохо. Евреи сидели, евреи сидели, до катастрофы. Им навязали заповеди. Они считали, что это самое правильное, что надо делать. А их все сожгли жуткой смертью. За что? Подожди, опять начинается, ну при чем десерта? Ну как при чем? По-моему, это мусинство. А те, которые не соблюдали заповеди, их не сожгли, они тоже считали, что... Вы с этим не сказали, здесь сказали, делай это, тебе будет хорошо. Сейчас я делаю. Одни говорили так, а другие говорили так. Были совершенно разные. Не смешивай с этим религией. У меня, например, недавно умерла моя подруга, которая там в Кибуце Лави жила. У нее отец был раввином в Германии. И он в своем городе всем евреям сказал езжать как можно быстрее. Он сам со своей семьей, вот с этой вот женщиной, они уехали последними. Она уже училась в немецкой школе, она уже ощущала на себе там. вся еврейская жизнь была ликвидирована. Он не единственный такой, таких было много. А были раввины, которые, не будем напоминать единицы, почитай, которые были анти-сианисты страшные, и которые вся их... Не будем, но... Это были единицы. Мейнстрим оставался, молился, делал то, что им запоедывали. В разных местах по-разному. В Германии, кстати, в самой Германии большинство евреев таки уехало. Окей. Ну, хорошо. Это был как бы несколько отход в сторону, но это огромная тема. Тема навязательства это огромная тема. Но за это мы тебя и любим. А, окей, спасибо. Ну, как раз в этом и дело, да, что мы так на это реагируем, потому что все мы не любим, когда нам что-то навязывают, и все мы хотим быть свободными. Да, это настолько глубокое желание души, там, я не знаю, или корни души. Да, именно поэтому такая реакция. Вопрос в том, что как вот, кстати говоря, в современном светском мире тоже вот везде вот это идет, как разделить, что нам навязано, а что именно мое желание. И вот как раз Клирафт предлагает свою точку зрения, что именно наше. Что мое – это то, что дает мне жизнь. Что мы по-простому знаем о Всевышнем, это то, что Он – источник всего, что происходит, в том числе и меня. И, соответственно, если я как бы служу этому источнику, то это мое желание. Уже другой вопрос, какие действия я считаю служением этому источнику. Это верю я в финанское откровение или нет, и так далее. Либо там, как произошло сенанское откровение, что там было навязано или нет. Это уже другой вопрос. Главный вопрос, что где найти свободу, как избавиться от вот этих навязанных, как еще говорят. И они как раз вот… Да, сто процентов. Я думаю, что еще в еврейской традиции есть проблема, в кавычках, в кавычках или без кавычках, заключается в том, что если бы человек слышал голос Всевышнего, у него не было проблем. Но проблема в том, что в его глазах ему навязывают интересанты, это называется на иврите. Приходят люди, которые говорят, мы каблане, мы подрядчики Всевышнего, мы тебе сейчас объясним, как тебе надо жить. А он говорит, нет, не хочу, сам дойду своим умом. Он с ними на одном левеле, понимаешь, на одном уровне. Если бы он слышал стояние у Синая, либо Всевышний бы с ним разговаривал, у него бы не было проблем, он понимает, поэтому он будет хаслахалила. Тогда бы у него и не было свободы. Мы об этом только что прочитали. Тогда бы это было навязано. Вот. И вся, как бы, вся фабула, да, того, что происходит, это состояние скрытия, когда никто не знает, да, что мне снаружи навязывают, я от них отказываюсь, думаю, что я такой свободный. А на самом деле выясняется, что то, что я считаю своими желаниями, они тоже навязаны мне. обществом, инстинктами и так далее. Ну хорошо. Короче, это проблематично. Вообще, мне кажется, это проблематично. Мы живем и по-дому это изучаем, что это действительно ключевые вещи, потому что они действительно проблематичные, они простые, а в принципе, кто хочет попроще, может найти в интернете достаточно. Окей. Гриш, ты хотел что-то сказать? Хотел сказать, что вообще из этого вытекает идея такого довольно большого неравенства, потому что, ну, например, Авраам, остальные, кто беседовал с Богом, они свободу воли в этот момент не теряли. То есть, получается, что человечество как бы делится на две неравные части. Одни способны, а другие нет. Гриша, я не думаю, что так. Это момент откровения, ты теряешь свободу воли, а дальше она у тебя есть. И Авраам... Три дня Авраам идет вместе с Исхаком его возносить. Вот она где свобода воли. Откровение, да, он сказал, все, я согласен. И потом он три дня идет со своим сыном. Помните выбор-то? Да. Ну, это правильно, да. Это, наверное, правильно. Да, признаю, согласен. да, и Сатан говорит ему как раз то, что я вот изображаю роль Сатана, он говорит, а нафига тебе это? Ты что, старик с ума сошел вообще? Рехнулся окончательно. реально ли тебе явился Бог или тебе показалось? Или это твои фантазии? Ну, понимаешь, тут всегда есть один ответ хороший. Разница между нами и Авраамом заключается в том, что Авраам в конце хэппи-энд, понимаешь? Ему показали, вот это, кто там сэ был, ему показали запутанного. Это да. А в реальной жизни, к сожалению, в 99, псих 9, понимаешь, такое не происходит. Согласна. Поэтому это 5 мое право. На этой оптимистической ноте мы сегодня закончим. Да, давайте закончим, потому что нас подзревает мир Левина, фустная Тора, там все гораздо классифицированнее и понятнее, скажем так. Ну, хорошо. Спасибо всем. Всем спасибо. Мы надеемся, что будет вообще хор голосов, все будут перебивать, как принято в израильской аудитории. Ну, я достаточно, по-моему, гребеваю. Больше меня уже. взлетианы все нормально, вырывают микрофон и говорят. любое общение без этого. Если кому-то это мешает, у меня есть извинения. Если кому-то мешает, вырывайте. То есть, если кому-то мешает, вырывайте. Сами вырывайте. Да, иначе, иначе невозможно. Спасибо всем. Окей. Ирна, Елена, Михаил. Мы слышали вас. Услышим в следующий раз. Ирна, ирна.